Аминь 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 видят вместе с ними, они думают, что мы такие молодая семья, они встречают нас и думают, ну, молодо выглядят, маленькие девочки, они думают, наверное, такие какие-то вот недавно поженились, но они совсем не понимают, что у нас еще есть сын, которому 17 лет, и когда мы вместе с ним находимся, люди иногда в замешательстве, они думают, а это кто кому, да, они думают, кто из них сын, кто из них брат, вот этот момент они смотрят, думают, что происходит. Недавно я пережил такой момент в своей жизни, когда мой сын, это было несколько лет назад, он закричал из коридора и сказал, папа, можно я одену твои кеды? И я подумал, все. Понимаете, да, то есть, ну, вот, размер одинаковый, да, и я понял, что все. Почему? Потому что одна из этого, что когда подростки или молодежь забирают нашу одежду, наша одежда к нам прежний не возвращается. Они уничтожают их сразу же, и, знаете, я в тот момент понял, что я стал взрослый, да, мне 37 лет, скоро будет 40, и начнется пятый десяток, и я подумал, ну, я столько лет молодежный пастор, и, знаете, так интересно, что я думаю, что, может быть, я, наверное, до конца своих дней призван, чтобы служить молодежи. И сегодня, когда я нахожусь на молодежной конференции о проповедии до воскресения в церкви, вы знаете, у меня такое, как, если, допустим, она, Лика, она посол доброй воли, да, если можно было так сказать, да, то я такой больше посол от молодежи к взрослым, да, и они сами некоторые вещи, как бы, стесняются сказать, ну, не могут там что-то другое, но я, как бы, из-за того, что сам уже взрослый, да, я 37 лет, я уже, как бы, не молодой человек, вот, пастор Виктор сказал, что те, кто старше Иисуса Христа, да, то есть мы там, о, тоже интересный момент, да, и я тогда могу какие-то вещи сказать, я думаю, ну, вот, семья, это что-то интересное. Недавно я встретил одну пару в нашей церкви, они подошли ко мне, папа, мама, трое детей, старшей дочке 11 лет, и мама посмотрела на меня и сказала своей дочери, он был у меня молодежным пастором, и у тебя будет молодежным пастором. Я думаю, вот они интересно так решили, да, что вот так вот с поколениями все связано. Но так получилось, я служу молодежи и рад вот всей молодежной движении, которая происходит в нашем городе, в вашем городе, в нашей стране. Сегодня молодежная активность очень высокая. Но, знаете, сегодня я хотел бы говорить на такую одну очень простую тему, и когда мы благословляли детей, мы сказали, пускай детки пойдут туда, пускай Бог благословит их, чтобы в наших церквях была связь между поколениями. Сегодня я вижу, как дьявол атакует молодежь, как дьявол атакует молодое поколение. Иногда я встречаю, в принципе, то, что теологически неправильно или библейски неправильно, когда второе поколение или третье поколение слабже первого. Я понимаю прекрасно, что следующее поколение должно быть еще сильнее, потому что они воспитались в христианских семьях, они воспитались в христианском обществе, и они должны быть теми людьми, которые следующие понесут дальше послание. И если мы думаем таким образом, когда смотрим на сегодняшнее поколение, иногда я смотрю на них, я думаю, ну что-то в них не хватает. Они должны быть сильнее, они должны быть мощнее, в них должно быть больше страсти, больше огня, чем тогда, когда мы начинали какие-то служения. Какое-то время назад мы приехали в Норвегию, там были вместе с молодежной командой, и получилось так, что мы обедали вместе в кругу пастора Мацуллы семьи. Пастора Мацуллы не было, он был в Москве, а мы там находились. И вот как принято русскому человеку, мы сидели и говорили папе и маме, говорили, у вас такой замечательный сын. Мацулла, он просто подарок для нашей страны, подарок для нашего города. И мы так сидели, вот знаете, мы хвалили его. И я помню такой момент не очень удобный. Когда мама поднялась и сказала так, не было бы Улы, не было бы Мацуллы. И мы так вздохнули, и мы поняли, что он такой, потому что у него такой отец. И мы поняли, что он такой, потому что у него такое воспитание. Вот он в восьмом поколении верующий, и я понимаю, что как бы я ни хотел сегодня быть таким же, как он, это нужно целое поколение, которое чтобы сменились. И сегодня мы верим с вами, что наше здание, наша работа, которую мы с вами делаем, она будет до конца дней служить для Господа. Аминь. И следующие поколения пойдут дальше, и дальше, и дальше. И мы верим, что Евангелие, которое началось проповедоваться, вот это вот евангельское пробуждение, которое началось в конце, в начале 90-х, в конце 80-х, оно не остановится, а будет еще идти дальше. Аминь. И хотел бы сегодня сказать вначале такую фразу. Она звучит вот таким образом. Я не знаю, кто ее сказал, но мне она очень понравилась однажды. «Обычно сын убежден, что его отец был неправ в тот самый момент, когда у него подрастает сын, убежденный, что его отец обычно бывает неправ». Такая вот глубокая фраза, глубокая мысль. И я ее понимаю. Почему? Потому что сегодня выглядит таким образом, что сын убежден, что его отец неправ, но он сам растет, и у него подрастает сын, который говорит, папа, ты тоже неправ. И это такой круговорот воды в природе. То есть поколения между собой, сами по себе, редко когда могут договориться. Мы часто расходимся во взглядах, расходимся в каких-то пониманиях, в каких-то мыслях. Мы иногда слышим такое в свою сторону, что а вот в нашем поколении происходило это, или это, или это, или это. И мы пытаемся вот этот момент весь уладить или устроить. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы когда-то своих родителей обманывали? А скажите, вот они же не сразу понимали, что вы их обманываете? Вот помните, как вот искусно мы какие-то вещи делали? У меня сегодня лишь одна мысль в голове. Я думаю, а когда меня начнут обманывать, и я не пойму? Потому что мне кажется, что я все понимаю. Недавно, допустим, мой сын несколько недель назад, он пришел и сказал, папа, мама, хочу в понедельник провести с вами время. Давайте посмотрим кино, купим попкорн, будем смотреть вместе дома с детьми, с младшими, да, вот будем все это дело происходить. Я даже не понял, как я поймался на эту уловку. Я говорю, да, классно, все, мы так посидели, все хорошо. А оказывается, ему нужно было потом просто на две ночи уйти к друзьям ночевать. И я только потом это понял. Я говорю, Катя, смотри, нас обманули. Вроде бы все хорошо, но я понял, что он это сделал не просто так. У него был какой-то план, и он этот план осуществил. И мы не поняли, как он это сделал. И я понял, что мы попали в то поколение, как раз таки, когда мы не понимаем, что происходит между поколениями. И знаете, есть другая вещь, которая, допустим, сегодня мы смотрим на поколение или смотрим сегодня на общество. И знаете, сегодня в нашем обществе порой страдает такая вещь, когда у детей не хватает отца. В том плане, что он бывает иногда в семье, но его даже в семье бывает не хватает. И знаете, сегодня мы видим, как женщины или сестры, или мамы, да, воспитывают своих детей. И Эдмин Луис Холл сказал такую фразу. Он сказал, сегодня мать растит сына, чтобы он стал настоящим мужчиной, похожим на свою мать. И я прям реально понимаю, что женщины, насколько бы они ни старались, они не могут сделать то, что должен сделать мужчина. И сегодня в нашем поколении нам нужны отцы, которые бы воспитывали и воспитывали, и воспитывали, и бы воспитывали. Иногда я смотрю, знаете, домой прихожу, мой старший сын, ему 17 лет, и моя жена с ним что-то разговаривает, и они договориться не могут. Но когда папа заходит в комнату, все как-то сразу раз, договорились. Понимание приходит, уважение приходит, любовь приходит. Все все сразу понимают. И я понимаю, что отец очень важен. И сегодня нам необходимо с вами посмотреть как на молодежь, не только как в нашей семье, но в церкви, как на духовных отцов, которые могли бы воспитывать, и воспитывать, и воспитывать дальше поколения. Вы знаете, есть такая заповедь, которую мы с вами хорошо знаем. Она находится в исход, 20 глава, 12 стих написано. «Почитай отца и мать, и продлятся дни твои». И знаете, я об этой заповеди, из-за того, что молодежный пастор часто размышлял, часто думал, смотрел это в свою жизнь, и я понял, что эта заповедь, которая имеет обетование, потому что человек, если хочет долго жить, он должен заповедь соблюдать. И если он заповедь соблюдает, он будет, в принципе, автоматически долго жить. Я думаю, что если эта заповедь такая классная, почему ее так не любят молодежь? Ну, понимаете, да, допустим, сделай вот это, и будет тебе вот это. Это же хорошо. То есть четко, ясно, понятно. Иногда бывают вещи какие-то размытые, а это очень понятная заповедь. Но молодежь, заповедь, которая дана им для жизни, они не очень ее любят. Я думаю, а почему это происходит? Думаю, как это такое может быть? Потому что заповедь, наоборот, приносит это благословение. Но вы встречали молодежь, которая не совсем-таки любит эту заповедь? Да? Встречали таких? Я знаю их, да? Сам переживаю с ними и все это вижу. И знаете, я понял, что происходит в их жизни. Эту заповедь, которая дана как бы для жизни, она стала для них, наоборот, заповедь в другую сторону. Что происходит, когда молодые люди или молодежь развиваются в наших церквях? Дети, подростки, молодежь, они развиваются. И в воскресной школе они слышат эту заповедь. И когда они что-то неправильно делают, взрослые им об этой заповеди намекнут. Если ребенок в воскресной школе 4-5 лет, то он по кругу проходит эту заповедь и ее очень хорошо знает. И как в наказание эту заповедь часто используют. Они говорят, почитают своей мать и все. То есть, когда аргументы заканчиваются, когда заканчиваются разные другие вещи, говорят, вот так сделай и все. Я помню, я сам с Урала, допустим, мне многие вещи объяснять не надо было. Я помню, когда я пришел в церковь, сказали, курить нельзя. Я сказал, аминь. Ну, то есть, все как бы, мне не надо объяснять, почему. Сказали, не надо, я как бы понял. Я помню, когда я в Москву приехал. Один парень подошел ко мне и сказал, а курить это грех? Я сказал, да. Он говорит, а почему? Я понял, что я не знаю, почему. Я говорю, просто знаю, что нельзя и все. Я говорю, зачем ты спрашиваешь? Нельзя и все. Не надо вот это разглагольствовать. То есть, четко, черное, белое и все. Мы на Урале не объясняем эти вещи. Туда ходи, туда ходи. Вот это все моменты. И в воскресной школе они слышат эту заповедь. Потом от родителей они тоже эту заповедь слышат. Получается, они там ее слышали, домой пришли, услышали. Потом они иногда в церкви, когда пастор проповедует или служит какие-то вещи, говорит, они тоже эту заповедь слышат. Потом они, когда находятся в какой-то непонятной ситуации перед старшим поколением, они тоже эту заповедь слышат. И бывает так, что когда они еще Библию открывают вечером перед сном, попадается это та же самая заповедь. И заповедь, это вокруг их жизни, она везде их окружает и находится вместе с ними, и она их не радует, а наоборот убивает порой их жизнь. И молодежь, они думают так, что эта заповедь, которая призвана для жизни, должна теперь их уничтожить или должна теперь их убить. Но знаете, я что интересное с годами увидел? Есть что-то, я думал, почему так происходит? Есть что-то в Библии, что мне очень нравится, и находится это в Ефесянам, 6 глава, 1 стих. И здесь есть что-то, что мы, родители или взрослые люди, хотим, чтобы дети не читали. Это, знаете, вот как бы есть вещи, которые мы обходим очень легко. И написано в 1 стих, Ефесянам 6, 6 глава, 1 стих написано, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вот опять то же самое, да? Смотрите, какая потрясающая заповедь. Сделай так-то, сделай так-то. И знаете, мне особенно нравится, из-за того, что я уже долго лет верующий, мне нравится, что я это делаю не потому, что я хочу или почувствовал. Так написано справедливость. Так правильно поступать. И мы с вами, как верующие люди, как взрослые люди, уже понимаем, что мы поступаем так, как мы поступаем, не потому, что нам захотелось. Так правильно. Истина гораздо важнее наших чувств, эмоций и так далее. И мы как бы идем за этим. Но я понял, что в 15 лет ты не особо думаешь о вечности. Вообще не думаешь. В 15 лет тебе кажется, ты бессмертный. Правда? Тебе кажется, это что-то вообще далекое, и вечность для тебя это что-то непонятное, и ты когда смотришь какие-нибудь там всякие разные фильмы, которые в последнее время выходят, это вообще даже привлекательно, но где-то там далеко-далеко-далеко-далеко. Я помню, когда я был молодым, мне казалось, что умирают только старики и больные. Я не был ни тем, ни другим, и мне казалось, я буду жить вообще вечно. Но когда ты старше становишься, понимаешь, что так надо побольше о вечности задумываться. Они совсем об этом не думают. И дальше, знаете, вот находится тайна. Тайна в этой заповеди выглядит следующим образом. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Как бы такая вторая сторона одной медали. Я знаете, что с годами увидел? Я увидел, что мы реально взрослые иногда раздражаем молодежь. Да? Скажешь, как это мы можем их раздражать? Но знаете, вот если как бы вот собака, да, вот во дворе находится, если её дразнить, она будет как бы реагировать, да? То есть, ну, московские собаки на ничего не реагируют. Они какие-то уже, ну, такие они другие. Но вот на Урале, да, собака, если начнешь её дразнить, она начнёт огрызаться. И я понял, что иногда мы, взрослые, поступаем точно так же с молодёжью, но у них ещё нет этого понимания, что они должны правильно реагировать, они должны правильно отвечать, они должны правильно себя вести. Они, когда их раздражают, они раздражаются. Вот водители на дороге, когда друг друга подрезают, начинаются разные вещи. Вроде бы все духовные люди, или вроде бы все взрослые люди. Недавно, я помню, ехал по дороге, передо мной ехала моя жена, ее подрезала машина, потом я еду, эта же машина меня подрезала. Я поворачиваюсь, знаете, вот братья, кто водители, да? Помните этот момент, да, ты так смотришь? Я поворачиваюсь, так смотрю туда и улыбаюсь. И человек окно опускает и смотрит на меня, и видит, что я улыбаюсь, он говорит, ты что, психолог? Я думаю, нет, ты не психолог, я жену научил свою, я говорю, если ты с кем-то неправильно поступила на дороге, подрезала кого-то, и на тебя кричат, я говорю, ты улыбайся, это спасет тебе жизнь. Не надо там ничего отвечать, где-то не кому-то. И я понял, что вот иногда мы раздражаем. Вот знаете, вот у меня кроссовки с липучками, да? Вот помните момент, когда в нашей стране появились кроссовки на липучках? Это было такое освобождение вообще. Шнурки. И я помню, когда я вот искренне не мог шнурки с первого раза завязать, и взрослые меня напрягали сверху и говорили, почему ты делаешь, почему ты не можешь научиться? И я с годами увидел, как мой сын тоже не умеет шнурки завязывать, а моя жена хочет, чтобы он их быстрее научился завязывать. А он реально не понимает, как это сделать. Вот кто тоже не понимал, да? То есть вот это вот входит, выходит, да, вот эти все процессы. И ты не понимаешь, как это происходит. И башмаки на липучках, они спасения были. И я иногда смотрю, как моя жена, моего сына реально раздражает. Иногда я это делаю, да? И я понимаю, что если... Потому что у меня, допустим, такой, знаете, самый страшный прецедент, что я и пастор, молодежный пастор дома, и еще и отец. То есть я как бы не понимаю, когда я кто в этой истории во всей. И я вижу, что если мы будем раздражать, а мы иногда это делаем, то дети раздражаются. И получается заповедь, которая как бы дана им для жизни, становится совершенно другой для них. И они понимают, что теперь что-то не так происходит. Они отреагировать не могут правильно, но мы их напрягаем. И я понял, что наша с вами задача это не напрягать молодежь, не раздражать их, а воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Наша с вами задача в том, чтобы передать им послание, в том, чтобы дать им Слово Божье, и они могли пойти с ним дальше. И знаете, сегодня я понимаю, что христианство это что-то семейное. Это что-то, что воспитывается в семье. И не просто для каких-то там, да, у нас дети с вами есть в семьях, да, у многих из нас с вами есть дети или выросли. Они, дети, даны нам не для того, чтобы что-то сделать только лишь в доме. Я помню, как однажды Олег Попов сказал такую хорошую фразу, такую историю он рассказал, когда старшая дочь спросила, почему она должна выбрасывать мусор. Да? Он сказал, а для чего мы тебя рожали, да? И иногда дети нам кажется, что они для этого, но, да, ну, кто не согрешал тогда, братья и сестры? Иногда, знаете, дети просят, и я иногда сталкиваюсь с этим, дети просят, чтобы за них помолились, а наша с вами проповедь для них, как один пастор сказал, что Бог есть, иди спать. Да, вот такая, ну, да, они просят. Я не знаю, как у вас, но у нас в семье, когда мы начинаем молиться вечерами, дети у меня, это они очень любят, у нас целое молитвенное собрание там происходит. Там, знаете, вот, ну, все происходит, мы по несколько раз друг за другом молимся. Моей младшей дочери молитва начинается так. Дорогой Иисус, пускай мой папа никогда не болеет. Я говорю, Софа, я уже не болею, все уже нормально, давай о чем-нибудь еще помолимся. Нет, у нее вот это вот, как бы для нее такое важное. И мы начинаем молиться, и я понимаю, что христианин растет в семье. Семья — это что-то, где происходит самое-самое-самое важное, самое ценное. И мы в наших семьях должны передать нашим детям христианство. Мы должны научить их верить в Бога, мы должны показать им это, как происходит в нашей жизни. Они просто, знаете, я иногда сталкиваюсь с тем, что молодежь, которые воспитались в христианских семьях, они гораздо сложнее, чем те, которые пришли из мира. Потому что порой в семье они видят совершенно другое, нежели то, что происходит в церкви. У нас есть такая традиция, мы перед Рождеством делаем такие четыре свечи Адвента в ожидании Рождества. И за месяц до Рождества мы уже готовимся. Одна неделя, вторая, третья, четвертая. И на каждой неделе мы зажигаем одну свечу и о чем-то поем. Я помню, когда мы сели за столом пятеро, у нас такой завтрак семейный, в субботу свечу должны мы зажечь. И мы должны были спеть «Господь прощает нас, и мы должны друг друга прощать». Вот такая песня. Мы об этом подготовились, поговорили. Я помню, когда один из детей другого дернул, третьего, четвертого, все произошло, и все переругались. Сидим за столом, все переругались, дети плачут. Я думаю, мы сейчас должны петь «Господь прощал, и мы прощаем». Я сижу тоже и говорю, «Вам-то проще, а я пастор вообще. Мне совсем все плохо в этой всей истории». И знаете, когда они видят настоящность, проблем нету. Когда они видят, все как по-настоящему происходит. Мы друг друга прощение попросили, помолились и начали петь песню. И потом было так все по-настоящему. И вы знаете, я увидел, в чем происходит конфликт. Иногда происходит конфликт в нескольких вещах. И чаще всего эти вещи повторяются, и мы быстро о них как-то пройдем, поговорим. Но мы спорим о вещах, которые на самом деле то не являются главными. Которые проходят или приходят, и они меняются и изменяются. И первое, о чем взрослые и молодежь спорят все время, это музыка. Вы знаете, музыка, это о чем будут все время спорить, разговаривать и разговаривать и разговаривать. Вы знаете, каждому поколению нравится своя музыка. И так происходит, что редко или случайно бывает так, когда поколение, молодежь или взрослые соприкасаются с одной и той же музыкой. Чаще всего новое поколение несет новую музыку, следующее поколение несет следующую музыку, следующую, следующую. И сегодня мы так дожили до такого времени, когда в музыке музыки не осталось. Да? В музыке нет музыки. То есть ты смотришь и думаешь, а что это вообще? Допустим, сегодня молодежь, они просто обезбашенные разными там вещами, разными музыкальными движениями. Я говорю, ну там же даже музыки нету. Ну то есть там даже творчества нету, ничего нету, там просто коммерция, деньги и так далее. Но спорить с ними об этом бесполезно. Я какое-то время назад сделал такой эксперимент. Была библейская школа, и я в библейской школе сделал эксперимент и показал им наяву, что означает, что им нравится музыка, которая не нравится молодежи, и как они это переживают. Я на экран включил Юру Шатунова с песней «И снова седая ночь». 30 секунд. И снова седая ночь. Вот это, да, вот это вот, там тоже музыки нету, но как бы там все это происходит, да. И я спросил потом в зале, а у кого вот так нога сделалась? И 50% людей подняли руку в ногу. А я сказал, это у нас. И знаете, что интересно? Бывает так, что музыка, которая нам нравится, даже если она не христианская, мы ее как бы делаем христианской. Потому что она нам нравится. То есть нам нравится музыка, мы говорим, она христианская, а молодежь, которая слушает свою музыку, она нам не нравится, и мы говорим, что она не христианская. Почему? Потому что, ну, посмотри, какая она, да. И мы как бы не разбираемся, а сразу говорим, что ставим на нее какой-то шаблон и говорим так, и так, и так. Но знаете, Вы знаете, сегодня молодежь, как бы мы ни хотели, они слушают совершенно другую музыку. Если сегодня я пойду по Екатеринбургу и увижу старицу лет 70, которая идет в наушниках, в бицах и слушает Джастина Бибера, что-то будет не в порядке, правда? Ну, то есть, скорее всего, что-то с бабушкой не в порядке. Мы же понимаем это, да? Или, допустим, я когда вижу себя молодежь, они идут и слушают, там им 15-16 лет, ну, это на Урале происходит, да, когда я слушаю, они слушают шансон. Я понимаю, что с ними тоже что-то не в порядке, потому что они, в принципе, не должны это слушать. Они должны слушать совершенно другую музыку. И вот происходит, что они как бы слушают совершенно другие стили. И если мы видим, что они слушают другое, мы думаем, что это неправильно. Но спорить об этом толку никакого нету. Аминь. И когда мы спорим, я помню, когда моя мама заходила ко мне в комнату, ей не нравилось, как все выглядело в моей комнате. Если сегодня, открою вам тайну, родителям нравится, как выглядит в комнате все у подростка, что-то с кем-то не в порядке. Либо кто-то что-то тщательно скрывает, и потом, когда родители уходят, все появляется обратно. Либо что-то по-другому. Либо что-то другое. Первое – это музыка. Мы спорим целые поколения о том, какая музыка. Второе – мы спорим об одежде. Вот мода. То есть нам кажется, что то, что молодежь сегодня носит или одевает, это вообще неправильно, это вообще невозможно. Так они не должны одеваться. И вы знаете, я вам так могу сказать. Я как посол от молодежи, я такую, знаете, тайну открою. Молодежи так не нравятся, как взрослые одеваются. Они просто сказать не могут. Но им так это не нравится. И когда я одеваю костюм, я нахожусь в компромиссе перед молодежью, для того, чтобы расположить внимание взрослых. И я понимаю, что одежда, мои родители, они вообще не понимали. Когда мама мне купила джинсы, мы поставили кастрюлю на газ, налили туда воды и бросили их туда. Зачем ты это делаешь? Ну, надо было сварить. Помните одежду, да? Это было так важно, так было актуально. И я помню, когда моя мама спорила со мною. И знаете, до сих пор, сегодня для меня самое страшное, что может подарить мне мама, это одежду. Я не знаю, что с ней делать, с этой одеждой. Она мне дарит от сердца, но я не понимаю, куда ее деть. Я думаю, есть кто-то нуждающийся рядом, кому можно срочно ее отдать. Потому что одежда, это что-то, что нам не нравится, но мы опять же должны различать. Есть что-то, что неправильное, а есть что-то, что нам просто не нравится. И если одежда вульгарная, если она вызывающая, если она неправильная, она в любом поколении была неправильная. Не то, чтобы сегодня она стала правильной. Но вот мы должны разбираться и понять, что если просто нам не нравится, это ничего еще не означает. Это не означает, что это не является неправильным. И часто мы спорим об одежде, часто мы спорим о музыке. Но другая вещь, сегодня, знаете, такое целое поколение социальных сетей. И я думаю, что через время, третье, о чем мы спорим, сегодня в этом поколении дети рождаются, и у них уже скоро появится, они уже будут рождаться в руках с ником в Инстаграме. У них сразу же, они будут уже бум, и у него уже он как бы зарегистрирован сразу же везде. Он сразу же там проверяет, что у них где произошло и что у них где есть. У моих детей одно пятеро, другое шесть лет, у них уже Инстаграма есть, они там все пишут, фотографируют, что-то выкладывают, им это все интересно. И я понимаю, что, знаете, сегодня самое страшное, что происходит, моя мама, она недавно зарегистрировалась ВКонтакте, и знаете что? Она комментирует. И когда она комментирует, да, кто переживал подобное, да? Я думаю, где ты, мама, взяла все это? Она где-то на каком-то сайте в Одноклассниках взяла и перепечатала мне это все ВКонтакте. Я думаю, ну знаете что, если вы увидите мою маму, не рассказывайте ей тайну. Она не знает, что я удаляю ее комментарии. Она не знает, как это проверить, поэтому она не может ничего сказать здесь. Она думает, что все в порядке. И она искренне верит всем шуткам, которые мы выкладываем туда. Она мне звонит и говорит, Леша, как это произошло с тобой? Что это случилось? Я говорю, мам, да мы пошутили. Как пошутили? Я видела в интернете, там это произошло или там это случилось. И она начинает со мной спорить, разговаривать о разных вещах. И социальные сети сегодня. Вы знаете, я понял однажды, что если есть что-то, что мы не можем остановить, мы должны это возглавить. И сегодня нам необходимо понять их, что они там происходят, что у них там случается. Сегодня молодежь редко звонят по телефону, они пишут сообщения. И у нас есть семейный чат, в котором все происходит. И моя жена, которая вот она научилась во всем этом деле выживать, у нас есть семейный чат, там я, Катя и Петя. Кстати, Петр Алексеевич Романов, да, вот. И там мы находимся вместе. И если Петя спрашивает, мама или папа, а можно ли я пойду сегодня кому-то в гости? Катя знает, ей первое отвечать нельзя. Она смотрит, как я отвечу. Как папа ответил, потом от этого начинается целая история. Потому что дети, они манипулируют. Со всем приходили дети и говорили, да, особенно к отцам, вот дочке, да, приходят. И говорят, можно конфетку? Конечно. Папа всегда, ну, дочка пришла, конфетку просит. А мама из комнаты кричит, нельзя ей конфеты. Я недавно своим детям купил пончики. Ну, отец забрал детей из садика, они говорят, папа, купим пончики? Конечно, купим пончики. Пришли домой, а жена говорит, они лечатся, у них желудок надо вылечить, там то, другое. Нельзя им пончики? Я говорю, как нельзя? Сейчас разрушаешь всю, как бы, вот, идеальность отца, да. В итоге мы договорились, что пончики подарим кому-то другому. И смотрите, вот, как бы происходит конфликт вот в этих вещах, да, когда мы спорим о том, что вот правильно или неправильно. На самом деле музыка, одежда и социальные сети, в будущем что-то может быть еще добавится или изменится, вот в этом мы не согласимся никогда. Или у нас не будет общего, схожего понимания, потому что, допустим, да, мы понимаем, что вот все меняется, мода меняется, музыка меняется, взгляды меняются. Даже те же самые социальные сети, взрослые в одноклассниках, молодежь в Инстаграме. Это же два абсолютно разных мира. Казалось бы, один интернет, но миры-то абсолютно разные. И знаете, что интересно происходит? Иногда, когда мы что-то не понимаем, мы говорим нашим детям, что если ты будешь себя плохо вести или будешь поступать так, как я не хочу, мы говорим, ты не пойдешь в церковь. Ты не пойдешь на домашнюю группу, не пойдешь на молодежное собрание, будешь делать уроки, сидеть, находиться дома. И знаете, интересно, как случается? Когда мы не согласны, мы пытаемся проявить силу, и иногда мы манипулируем церковью. Или говорим, там не сделаешь, так не сделаешь, так не будет. И если он плохо учится, мы говорим, тоже не пойдешь в церковь. И я увидел интересное с годами, что иногда, когда мы останавливаем молодежь от того, чтобы они шли в церковь, потом с годами они не хотят пойти в церковь. Я сталкиваюсь с этим, как пастор часто приходит взрослый и говорит, моему сыну 15, 16, 17 лет, он совсем не хочет идти в церковь. Я понимаю, что когда-то он хотел, но знаете, когда он сделал уроки, и у него появились другие друзья, у него появились другие взгляды, он уже не захотел пойти в церковь. И вот Олег Попов сказал хорошую фразу, христианин растет в семье. Семья это место, где люди становятся христианами. И знаете, все, если посмотреть вот так вот с самого начала, то мы увидим с вами, что сначала в воскресной школе дети, да, вот мы пошли, сегодня благословили деток, да, детки в воскресной школе 95, а может даже 98 процентов или даже 99 процентов это дети верующих родителей. Правда? Вот замечали дети, вот когда вы их спрашиваете, да, утром, мы собираемся в церковь, идем в церковь, они же не говорят там в 5 лет не пойду в церковь сегодня. Даже если они так скажут, как бы, это же в принципе ничего не значит, правда? То есть мы как бы с ними же особо не советуемся, там, да, пойдешь в церковь, не пойдешь в церковь. Мы их собираем и идем в церковь вместе с ними, приводим их на воскресную школу, там что-то с ними происходит. И знаете, я заметил с годами такую интересную вещь. Часто родители, они не подразумевают, что в воскресной школе происходит что-то важное. Они думают, это какая-то няня там сидит с ними, что-то там с ними делает, и когда дети возвращаются с воскресной школы, мы как бы не особо отдаем ну, как, внимание тому, что там происходило. Они пытаются нам рассказать, мы там проходили это, проходили это, проходили это. Мы говорим, да ладно, понятно все. И живем какими-то своими вещами. И я понял, что нам необходимо с вами вклиниться, что у них там случилось. Вы знаете, мои дети, они любят библейские разные истории. Недавно мы читали, на Рождество мы читаем Евангелие от Луки, да, вот как в семьях принято читать, читаем Евангелие от Луки, кто, куда, как родился. И когда мы дочитали Евангелие от Луки, моя старшая дочь говорит, папа, а можно мы прочитаем еще про Иону? Я говорю, ну это же Рождество, причем есть Иона? Но мне так нравится про Иону прочитать. И знаешь, мы еще и про Иону прочитали в Рождество, и о нем поговорили. И я понял, что там, когда дети попадают в воскресную школу, выбора, они без шансов пойти, не пойти, они там находятся, и в них что-то учителя там сеют, но мы не всегда придаем этому значение. Мы не всегда понимаем, что там на самом деле происходило, и как бы на это дело не обращаем внимания. Потом, когда ребенок растет, ему становится 11, 12, 13, 14 лет, он уже начинает решать, он начинает уже какими-то вещами манипулировать. И я увидел интересную вещь. Когда подростку 11, 12, 13, 14 лет, он задолго начинает какие-то истории. И если он не хочет пойти в церковь, он может тебе с пятницы начать говорить, что у него болит голова. И к воскресенью утром она так сильно разбаливается, что просто сил вообще нет. И он говорит, мама, я бы так сильно хотел пойти в церковь, но не могу. Голова болит. Уроки надо делать. И еще какие-то надо вещи делать. И я могу сказать вам на 99,9%. Он просто врет. Почему? Потому что он не хочет пойти в церковь, а мы как бы тоже тащить его не можем особо, потому что он уже сам решает. И мы соглашаемся с тем, что он как бы ладно, дома останется. Но я всегда родителям рекомендую, когда ваши подростки остались дома во время собрания, поставьте камеру. Посмотрите, как они болеют потом, когда вы ушли из дома. Их болезнь сразу проветривается. Почему? Потому что у них на самом деле это ничего не болит. Они просто не хотят пойти в церковь. И мы иногда ведемся на эти вещи и думаем, ну да, он болеет, заболел, устал, уроки не может, ему надо отдыхать, еще какие-то вещи. И мы не проявляем усилия в том, чтобы взять его в собрание, взять его в церковь и остаемся как бы вот ему туда на решение. И потом я увидел, что происходит, когда начинается молодежное служение, или он достигает возраста 18, 19, 20 лет. Я увидел, знаете, такую страшную картину. В воскресной школе 99% дети верующих родителей. В молодежном собрании 70% дети неверующих родителей. Я думаю, а где те, которые были в воскресной школе? Куда они делись? Я же их помню, мы же там с ними играли, там что-то с ними происходило. Получается так, что они не доживают до возраста, вернее, не доживают до возраста, чтобы быть христианами, когда становятся взрослыми. У них появляются другие интересы, появляются другие взгляды. И в нашей церкви начинается опять все с самого начала. Я понял, что если сегодня мы не возьмем следующее поколение, второе, третье, которые идут за нами, тогда мы как церковь начинаем опять все с самого начала. Но я верю, что церковь может и должна расти изнутри. Аминь. Церковь может расти изнутри. Когда наши дети рождаются, это уже прихожане церкви, это будущее церкви, это дети, которые никогда никуда не денутся, они дальше и дальше и дальше и дальше. И что происходит? Смотрите, что случается с молодежами, что происходит вместе с ними, когда они находятся там дома или когда они находятся там в семьях. Что происходит? Мы должны с вами увидеть, сколько молодежь проводит времени в церкви. Обычно это молодежное собрание, домашняя группа, какие-то еще вещи. И в церкви он находится максимум до 10 часов в неделю. Это вот самый максимум, если он во всем везде участвует. А потом я подумал, а где они проводят свое еще время? Они проводят его в миру. Они учатся в школе, где вокруг них христианская атмосфера. Они находятся во дворе, находятся в интернете, находятся с друзьями, и я понял, что они большую свою часть времени проводят вообще в нехристианской среде. И апостол Павел говорит интересную вещь. Он говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И мы должны с вами увидеть, что мир сегодня очень сильно влияет на наших с вами детей. Мир, его главная цель, это захватить наших детей. Главная цель дьявола для того, чтобы украсть, убить и погубить. И мы должны понимать, что сегодня мир сосредоточен на наших детях. И как бы мы ни хотели, как мы уже раньше говорили, как бы мы ни думали, как бы мы ни представляли себе, но если они находятся там, мир влияет на них. Когда им 15 лет, они не думают о вечности. Они думают лишь о том, что сейчас для них хорошо, что сейчас для них комфортно, что сейчас для них будет лучшее. И когда они там находятся, мир заинтересован в них, и мир захватывает их, захватывает их самыми-самыми лучшими вещами. Сегодня, если вы посмотрите, то в мире происходит все практически только для молодежи. Сегодня мы смотрим, для взрослых мало чего делается. Фильмы выпускаются для молодежи, музыка для молодежи, интернет для молодежи, кафе для молодежи. Много всего выпускается именно для молодежи. Почему? Потому что они знают, что если они возьмут это поколение, они с ним будут идти дальше. И сегодня мир сосредоточен на молодежи, и мы как церковь должны пойти дальше. Мы должны подумать, если мир так сосредоточен, мы должны гораздо больше еще порой делать для них вместе. Аминь. И сегодня мы должны увидеть так, что иногда происходят вещи, которые нам кажутся непонятными. Мы все это переживали, вы это сталкивались, может быть, в своей жизни. Когда ваши дети уходят в гости, из гостей звонят и говорят, у вас такие замечательные дети. Ты думаешь, они про моих говорят? Мои не такие замечательные. Мы иногда дома видим в них все то, что видеть не надо. Ну, понимаете, они под прицелом у нас находятся. Я помню, как поймал на мысли себя, когда мои маленькие девочки и Катя говорят, пускай Петь их отведет в садик, ему 17 лет. Она говорит, он не справится. Я думаю, ему 17 лет. Его водили в садик дети, подростки, 14-летние, его водили в садик. А вот он почему-то в 17 лет не может справиться с 5-6-летними. Но мне кажется, он справится, да? Но нам кажется, что он не справится. Мне кажется, он не сможет. Он там то, другое, пятое, десятое. И мы как бы не понимаем, насколько это важно все. Насколько важно доверять им, насколько важно проверять им, насколько давать им ответственность, чтобы они росли в этой ответственности. И они находятся в мире, и мир влияет на них. Сегодня, знаете, интересная статистика, что сегодня подростки не говорят о том, что происходит в их сердце на самом деле. Если вы сегодня коснетесь в интернете, то вы видите целое огромнейшее движение, которое захватывает, да, там, с китами связано, которое захватывает их вообще в другую сторону. Наша с вами страна занимает одни из самых передовых позиций по самоубийствам среди подростков в мире. Когда я думаю об этом, я думаю, а как это происходит? Они сегодня дома не говорят со своими родителями о том, что происходит в их сердце. Они сегодня не говорят со сверстниками, что происходит, потому что они хотят быть сильными. Они не будут говорить о том, что им не нравится какая-то музыка, потому что они хотят быть как все или как быть похожими со всеми. И они сегодня иногда еще с пасторами и с лидерами тоже не говорят о том, что происходит в их жизни. Иногда ко мне пишут молодежь и говорят, вот это, вот это, вот это мои проблемы, у меня вот такая-такая-такая ситуация. Я говорю, иди поговори со своим пастором, иди поговори со своими родителями, потому что они гораздо лучше смогут тебя понять. И сегодня они остаются в том моменте, когда они сами должны решать свои проблемы, но они совсем не способны к тому, чтобы их решать. То, с чем мы сталкивались с вами в 20 лет, они сталкиваются в 15 лет. Мир усовершенствовался, или мир стал быстрее, а он при возрасте, при росте, при вот всем, как он выглядит взрослым, все равно остается еще маленьким, остается еще подростком. И нам кажется, что они уже большие и могут сами что-то решить, а они не могут, потому что проблемы гораздо больше их. И знаете, я заметил, что с годами нам не нужно с вами их только вот как бы говорить, вот это заповедь, вот это заповедь, вот это заповедь, вот там Библию читать, кто-то еще делает. Нам необходимо помочь им и помочь им стать христианами, быть рядом с ними. Вы знаете, я так наблюдаю, надо мне нравится эта картина, есть так много взрослых людей в наших церквях, в нашей церкви, и молодежь их любит. И я так люблю, когда вот поколение связано между собой. Для меня это просто вот лучше не бывает. Я на молодежной конференции рассказывал об этом. Когда в нашей церкви, я смотрю, бабушка и девушка 15 лет сидят вместе и чай пьют. Я думаю, что у них общего вообще? Но они как подруги сидят, разговаривают. Я помню, однажды мы сделали молодежную конференцию в нашем здании, что-то происходило. И у нас по субботам всегда проходит служение старшего поколения. Собирается примерно 300-400 человек старшего поколения, там 50-60-70 лет. Они собираются вместе, молятся и поют, слушают проповедь. И когда молодежная конференция, их служение всегда отменяют. Ну, потому что молодежная конференция. А я в тот момент подумал, мы не будем больше этого делать. Я говорю, давайте мы сделаем так, что мы старшее поколение служения не отменим, и вместе с молодежной конференцией это дело проведем. Мы сказали, а как это будет? Вообще, как старики, молодежь вместе, как это получится? Я говорю, мы просто побольше света включим, потише музыку сделаем, и пускай все перемешаются между собою. И я помню то собрание, на котором все перемешались между собою. Ты смотришь в зал, подростки, бабушки, дедушки, все находятся как-то вместе. Я помню, когда пастор старшего поколения проповедовал 20 минут, папа пастора Мацуллы проповедовал 20 минут, потом я проповедовал 20 минут. Потом мы взяли за руки, вместе молились, и мы сказали, что в нашей церкви разрыва поколений не будет. Мы будем уважать стариков, мы будем уважать старшее поколение. Старшее поколение сказали, мы будем всегда молиться за молодежь. И знаете, что еще потом в конце мы сделали? Бабушки напекли блинов. Сердце молодежи растаяло. Все. Блины открывают любое сердце, правда? Аминь. И я понял, что в нашей церкви не будет этого. И пускай в нашей церкви молодежь дружит, молодежь должна уважать стариков, молодежь должна уважать взрослых, молодежь должна любить старшее поколение, а не просто находиться с ними в конфликте. Я понял, что мы с годами поменяли эти вещи. И сегодня, когда я смотрю на молодежь, я думаю, слава Богу, когда они дружат между собой. И вот сегодня что происходит еще интересно. Когда мы думаем о молодежи, мы иногда не думаем о доверии, которое нам необходимо воспитать к ним. Они хотят, чтобы им доверяли. Молодежь, они просто любят это, и они хотят, чтобы им доверяли, чтобы в них верили, чтобы им доверили какие-то разные вещи. И так приятно видеться, когда молодежь что-то делает на сцене. Я помню себя, когда мне доверили первый раз что-то делать на сцене. Я помню чувство непереполнения, ты не забываешь, как незабываемое чувство, что тебе доверили гораздо больше, чем ты можешь на самом деле. Они хотят, чтобы мы им доверяли. Они хотят, чтобы мы в них верили. Сегодня знаете, что происходит? Может, вы сами с этим сталкивались. То есть большинство молодежи в нашей стране учатся в учебных заведениях, когда получают образование, никогда больше не приходят к этой специальности. Я думаю, это какая-то ерунда вообще. Ну, то есть, по идее, это как бы же 5 лет в жизни. Они должны, наоборот, помочь им. И чем ты старше становишься, тем 5 лет кажется все больше. То есть они не просто, знаете, 5 лет. Ну, что такое 5 лет, да? Нет, 5 лет сегодня тоже как бы такое важное время. И я понял, что они идут учиться в учебные заведения не потому, что они сами это решили, а родители стоят перед ними и говорят, иди поступай. Куда? Не знаю. Главное, поступи. И вот этот момент очень важный. Мы должны понять, а что им на самом деле надо. Я помню, когда я встречался с разными родителями, которые пытались реализовать все свои мечты в своих детях. Я помню, когда я встречался с родителями. Наша музыкальная школа, музыкальная группа. Я помню мой сын, он пел в группе в этой музыкальной. И они дошли до полуфинала детского Евровидения. И я помню тот момент, когда наши дети не прошли в полуфинал. Не прошли в финал дальше. И я помню, когда они вышли оттуда счастливые. вышли, говорят, классно, к Натану идем тусить, у нас будет то, другое. Но другие дети вышли, они начали головой биться об стены, рыдать, реветь, страдать. Почему? Родители на них кричали, они плакали. Это все происходило, думаю, да ну это Евровидение вообще в топку. Главное, чтобы мир был в семье. Вообще ничего это не надо, я думаю. И знаете, я так рад, что наши дети, они не просто находятся в том, что они должны реализовать какие-то наши надежды. Они вообще нам ничего не должны, по сути, по большому счету. Они должны пойти дальше, дальше и дальше нас. И я, знаете, когда думаю об этом, я думаю, в семьях должна быть дружба. И знаете, дружба это что-то важное. Я иногда, когда уезжаю куда-нибудь, мой сын пишет мне такие смс, сейчас уже меньше, старше стал. Он спрашивает, папа, ты прилетел? Я говорю, да, он говорит, а куда? Папа, ты где иногда просыпается, пишет мне. И знаете, наши отношения с ним, это больше дружеские отношения. Я понял, что если мы не разобьем дружеские отношения, то в будущем я ничего не смогу сделать с ним. И я помню, когда переживали разные моменты в своей жизни. Я помню, однажды мы приехали с ним, знаете, вот когда мы с детьми находимся, мы иногда взрослые думаем, что мы более духовные, чем они. Но иногда мы, когда в духовности своей так сильно куда-то забредаем, мы понимаем, что мы совсем бездуховные по отношению к ним. Я помню, мы однажды с ним привезли вместе на автомойку две машины. Вот две машины привезли на мойку. У одной вот пневматическая подвеска умерла, а другая захлопнулась. И та, которая захлопнулась, у нее еще колесо было пробито, и ключи от первой и от второй оказались там. И мы приехали на мойку, и нам подходит этот администратор мойки и говорит, машины будете мыть? Я говорю, ну подожди, у нас тут проблемы. Ты видишь, у нас такая ситуация. И потом, когда мы пытались еще найти кошелек, кошелек тоже найти не могли. И когда я пытался со своего телефона перевести деньги к нему на телефон, интернета не было в здании. Вот, знаете, такой коллапс происходит. Я думаю, как-то надо проблему эту решить. Вот во всем этом нахожусь. И мой сын говорит мне фразу. Говорит, папа, давай помолимся. И я ему говорю, да отстань ты от меня, мне надо вопрос решить. И когда я этому сказал, я думаю, а что я сейчас вообще делаю? Ну, он говорит, давай помолимся в 15 лет. А я ему говорю, да подожди ты. И пастор, говорю, сейчас я проблемы решу здесь. Я думаю, это же вообще не так. Я говорю, догоняю его, говорю, Петя, прости. Давай помолимся вместе. Помолились, и в следующие 2-3 минуты мы решили все. Все вопросы решились, кошелек нашли, там машины открылись, и все произошло. И я понял, что нам иногда мы такие становимся высокодуховные и совсем забываем, что у них происходит. Или не придаем значения вот их каких-то переживаниям, их каких-то ощущениям, которые они переживают в своей жизни. И сегодня я хотел бы сказать вам смело, что молодежи нужны друзья. Молодежи нужны друзья. И может быть, вы уже сами чуть старше, и у вас может быть уже дети взрослые, но вокруг в церкви, в которой молодежь находится, это все ваши дети? Аминь. Это все ваши дети абсолютно. И те поколения, которые вырастают на ваших глазах, это также ваши дети. У нас есть такое понимание, дети церкви, или дети, которые находятся внутри. И вы также можете дарить им любовь, дарить им уважение, дарить разные-разные-разные вещи. И хотел бы показать вам одно небольшое видео, прежде чем буду дальше проповедовать. Наша с тобой история началась задолго до моего появления. Меня еще не было, а ты уже очень ждал меня. Наверное, ждал, так как не ждут больше ничего и никогда в целой жизни. И ты уже любил меня всем сердцем, прикладывая ухо к маминому животу. Я точно знаю, что когда я впервые что-то закричала этому миру, ты заплакала от счастья. Мама рассказывала мне, что ты стоял под окнами роддома и что-то кричал ей, захлебываясь переполнявшими тебя чувствами. Ты размахивала цветами, которые нельзя было передать в палату, и пел песни, которые она не слышала, потому что окно не открывалось. А ты, зная это, все равно продолжал кричать и петь. С детства я помню твои руки, державшие меня над кроваткой, или как ты подбрасывала меня, кричащую от страха и восторга, к самому небу. Я всегда знала, что ты поймаешь меня. Именно ты был самым терпеливым и внимательным из всех моих учителей. Именно ты научил любить и узнавать этот мир. Ты всегда знал, как обо мне заботиться. Ну как знал? Старался. Знаешь, иногда мне не хватало тебя и твоих слов. Я знаю, что ты много работаешь, но я знаю, что ты это делаешь для нас. Помнишь самое первое, первое сентября? Бантаха с огромными гладиолусами. На линейке ты был очень гордый и смешной, как будто это ты идешь в первый класс, а не я. Помнишь наши ссоры в старших классах? По твоим взглядам, хотелось провалиться сквозь землю, но на жалобное «только не говори маме» ты вздыхал и прикрывал меня. Ты всегда радуешься моим успехам и делаешь все, чтобы я тобой гордилась. И я горжусь тобой. Потому что ты умеешь сделать мою маму счастливой. Ты научил меня уважать не только свою жизнь, но и жизни других. Твои уроки навсегда остались в моей памяти. Хотя иногда ты сам так водишь машину, что хочется схватить ремень и пристегнуть тебя. Ты уважаешь мой выбор. Даже тогда, когда я думала, что всех лучших мужчин уже забрали наши мамы, я встретила того, который мне напоминает отца. Он, конечно, не ты, но глядя на него, я очень часто думаю о тебе. Я помню твою первую седину на висках и совсем молодые глаза. Я все помню. Я все это помню, папочка. Мой отец. Мой папа. Он поймет, он всегда поддержит. Что бы ни произошло, он сила, он опора. Просто потому, что он отец. Он мой ангел-хранитель. Он моя крепость. Каждому человеку нужен папа. Папа, а не слово. И знаешь, если меня спросят, чей папа самый лучший на свете, я отвечу, мой. Может быть, это и не совсем так, но я патриот своего папы. Через несколько минут буквально мы закончим собрание. Я хотел бы рассказать вот какие-то истории такие, может быть. Я помню, когда мой сын, он разные вещи делает. Я помню, когда однажды был такой момент, когда он провинился. Поступил неправильно. Я помню, когда я наказал его, и мы так... Иногда бываем жесткие, как родители, чего-то лишаем, чего-то говорим. Так не сделаем, так не сделаем. Я помню, я сидел в комнате, и Бог пришел прямо в мое сердце и сказал, ты был сейчас очень жесткий. Так нельзя делать. Я сидел там и думаю, я не хочу быть просто правильным, потому что так должно быть. Я хочу быть настоящим, хочу быть искренним. Я вам напомню, я зашел в комнату, у нас такая была кровать, она такая на втором этаже. Я тут стол снизу стоял. И он сидел там наверху. Ему было там 11 лет, я помню. Я залез туда к нему и сказал, Петя, прости меня, я сейчас был неправ. Я помню, как по моим щекам стекли слезы. Он плакал. Мы обнялись вместе, молились вместе, плакали. Я понял, что вот как отец, вот в такие моменты, это самое-самое важное, что может быть. Не просто ты прав и все. Я часто встречаюсь с молодежью, они говорят, мои родители жесткие, мои родители грубые, они ничего не объясняют. Я понял, что так не должно быть. И какое-то время назад, когда ко мне мой сын пришел, ему было 15 лет, он сказал, папа, я влюбился. И знаешь, я пастор, я знаю, что надо влюбляться после 18 лет. Да, 18 лет надо влюбляться, до 18 это все ерунда какая-то. Но когда к тебе твой сын приходит и говорит, я влюбился, что-то надо с этим делать. Я понял, что я должен как-то помочь ему. На протяжении полугода мы с ним разговаривали, разбирали всю эту историю, были рядышком. Я никогда не говорил ему правильно, неправильно, не запрещал, а просто говорил, я бы вот так сделал, я бы так поступил, я бы так поступил. Мы прошли с ним эту историю. Думаю, скоро, может быть, я стану даже дедушкой уже, да. Но я помню другой момент. Когда ко мне подошел один из молодежи нашей церкви, я знаю его пастора очень хорошо. Он подошел ко мне и сказал, я влюбился, мне нужна помощь, скажи, что мне нужно сделать. Я спросил его, а почему ты ко мне пришел? Он сказал, твой сын посоветовал. Я понял в тот момент, что подростки плохого не посоветуют. Если ты реально им поможешь, они начнут тебе рекомендовать, рассказывать, потому что ты реально помог им. И я, знаете, потом, прочитав Малахи, 4 глава, написано следующее. Мне очень нравится, как здесь сказано в 5 стихе. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, преднаступления дня Господнего Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Мне так это нравится. Знаете, нравится что? Здесь написано в таком вот порядке, и я не знаю до конца, умышленно это или неумышленно, но мне очень нравится. Написано, что он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Вы знаете, у нас, взрослых, начинается все сначала. Мы с вами те, которые можем взять в свое сердце детей, и тогда их сердце откроется автоматически. Если мы с вами открываем свое сердце для них, они не будут жесткими, они будут мягкими. Я понимаю, что если мы с вами откроем свое сердце, они придут и расскажут, они хотят быть вместе с нами, они хотят переживать какие-то вещи, которые в наших семьях есть, в церквях, когда мы где-то что-то делаем. Я понял, что от нас, от взрослых многое зависит. Мы понимаем, что они следующее поколение. Они этого еще не понимают. Мы понимаем, что они где-то поступают неправильно, потому что и сами были такими. Они этого еще не понимают. Мы понимаем, что они в будущем изменятся. Я иногда разговариваю со взрослыми, я говорю, как бы он сейчас не одевался, как бы она сейчас не одевалась. Когда у них будет свадьба, она оденет белое платье, он оденет черный костюм блестящий, и все, поженятся. Потом это придет. Но сейчас происходят разные моменты. Им нравятся волосы выкрашивать кому-то. И некоторые из них, они их выкрашивают не потому, что им это хочется. Они просто хотят бунтовать, они хотят поступать неправильно. И это мы все переживали с вами то же самое. И поэтому, когда мы спорим об этих вещах, толку не будет. Но если мы открываем свое сердце, вопрос не в том, будут ли у них проблемы. Проблемы у них будут. Вопрос, к кому они придут. Хорошо, если мы с вами открываем наши семьи, наши дома, чтобы наши дети могли прийти к нам. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Господь, мы благодарим Тебя сегодня за этот день. Господь, благодарим Тебя за Твою милость и благодать, которую Ты проявляешь к нам. Господь, мы просим Тебя о наших церквях, о нашей церкви во имя Иисуса. Мы просим, Господь, чтобы в нашей церкви никогда не было разделений между поколениями. Просим, Господь, чтобы церковь была место для всех людей, место для разных поколений, национальностей. Господь, во имя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, Господь, чтобы наши церкви были узнаваемы за то, что в них находятся и старшее, и молодое поколение вместе. Молюсь, Господь, чтобы всегда молодежь находила свой духовный дом в церкви. Молодежь знала, что в церкви их поддержат, помогут, за них помолятся, их поддержат, их ободрят, Господь, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы мы, как взрослые, могли всегда взять в свое сердце молодежь во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя И мы просим, Господь, чтобы молодежь в нашей церкви Они реально чувствовали свой духовный дом Они чувствовали поддержку Чувствовали здесь, что их любят Что их принимают, что о них заботятся во имя Иисуса Отец, также мы молимся сегодня о том Чтобы молодежь в наших церквях Они реально уважали и любили Старшее поколение во имя Иисуса Отец, мы просим Тебя, чтобы не было Этого отношения, что я лучше понимаю Или я лучше знаю Молюсь, Господь, чтобы был мир между теми и другими Во имя Иисуса Христа Отец, я молюсь Тебе, чтобы мы отбросили вещи, которые неактуальны, и начали смотреть на важные вещи, которые происходят в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя. Я прошу, молодые люди, поднимите руки, пожалуйста. Пастор Алексей, помирись о всех молодых людей. Просто все молодые люди, поднимите руки. Просто пускай Бог касается через… Господь, я молюсь за молодежь во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты затронул каждое их сердце во имя Иисуса Христа. Молюсь, Господь, чтобы они видели перспективу и будущее в Церкви во имя Иисуса. Отец, я молюсь тебе, чтобы дух бунтарства порой ушел из их сердца во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы они увидели картину гораздо шире, о том, что церковь – это их дом, церковь – это место для них во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы Ты соединил их сердца с взрослыми во имя Иисуса, как сердца отцов к детям, так и сердца детей к отцам их во имя Иисуса Христа. Молюсь, Господь, чтобы мир, благодать, любовь доцарила в их сердце во имя Иисуса. Господь, мы благословляем как взрослые молодежь, И мы просим, Господь, чтобы они были сильным следующим поколением, которые понесут дальше Твое Слово, которые понесут дальше Евангелие во имя Иисуса Христа. Молимся, Господь, чтобы они были крепкими, чтобы они были сильными духовно, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»